Любовные письма Любовные послания Вот И в конце концов Я решил сделать фильм С этими письмами Но я подумал Что когда женщина рисует картину Это тоже любовное письмо Потому что у меня даже есть такой афоризм Что Картина, стихотворение Музыкальная пьеса Это любовное письмо К этому миру К забору, к облаку, к ромашке Ну Соответственно к человеку Собственно даже когда Христос Шел на голгоф Он тоже нам послал любовное письмо Не убивайте своих врагов Любите их Прощайте им их заблуждение Потому что действительно Он простил Своих палачей Но Все потомки этих палачей Были В переживании Совершенного Ужасного Греха А если бы он Уху убил Потомки Послали бы ему проклятие Вместо Вместо Сожаления Сделанного Ужаса Ну вот Ну не будем отвлекаться И так Начинаем с Вермеера У меня по этому поводу Даже было написано Какие-то комментарии Которые называются Психологизм Вермеера Потрясают Вообще Вермеер Меня немножко раздражал Своей фотографичностью Но Настолько Все Пронизано Милым Разглядыванием Человека Что Ему Прощаешь Это все И я его возвел В кинорежиссеры С глубокой душой С глубоким мышлением Ну вот Читаю это эссе Так выстроенной Композиции Что всякая деталь Усиливает Впечатление Людня В глазах Людня В руках Заглушает Тоску Девушки О любви Или Распаляет Наоборот Служанка Подшучивает Пытаясь Снять страх У барышни Перед любовью Щетка Для подметания Пола Говорит Что любовь Любовью Но запустение Опасно Для дома Свет Вычерчивает Фигуры Не ради Мастерства Рисовальщика А ради Внесения Стабильного Настроения В сомневающуюся Сцену От переживаний Героини Ноты Скомканные Говорят О нетерпении Так Что-то мышка Моя Перестала Работать То есть Она так переживала Что она скомкала Ноты Раздраженно Ей хочется покончить С тоской И унынием Одиночества Стена слева Потекла Разводами Видим Есть дыры Где-то там В доме Которые надо латать Тем более нужен Мужчина То есть Тем более Надо его полюбить Чтобы жить В гармонии С этим миром Художник Расписался Над корзиной С бельем На куске стены Где явно Чего-то Не хватало И роспись Автора Поселилась Уютно На века Картина Бесконечна Для разглядывания И ощущения Зрителям Авторских Взглядов На мир Ниже Есть еще Психологическая Картинка Как подслушивает Девица Разговор Вероятно О ней Но только Одна фигура Интересная Девица Остальное Понятно Уступает Ей По выразительности Девица Солирует Остальное Второстепенные Роли У Вермира Все персонажи На высоте Которые Позволяют Зрителю Летать В мысленном Потоке Познание Мировоззрения Автора И этого Мира Вот она Пишет Письмо И какой Взгляд Понимающий Сущность Человека И что Ему Надо Написать Этому Человеку Вот она Глубина Женской Сущности Или вот Женщину Окна С попыткой Понять Что он Хочет Сказать В каком Он находится Состоянии Души Что же И делать Дальше Чтобы Управлять Этому Человека И искать Гармонию С этим Человеком Взгляд Взгляд Глубокого Понимания Что происходит И что надо Делать Дальше Да Удивительно Как Живый Гой Сталкивает События В жизни Которые Параллельно Протекают В мире Независимо Друг от друга Вот Симфония И Многоголосие Полифония Все Персонажи Заняты Собой И собачка И дама Что разбирается Зонтом И подбоченившаяся Влюбленная Девица Стирающая Женщину Белье И что-то Обсуждающее Сзади Люди Скорее всего Обсуждающий Факт Любовного Письма В руках Девицы Наконец Таки Дескать Что-то С ней Произойдет Все Кипит И все Эскизно Нарисовано С ленностью Гения Который Не старается Застраховаться Подробностями Чтобы зритель Похвалил Это так Современно По свободе Это затыкает Пикассо Забоясь С его Нарочитой Свободой Нарочитой Небрежностью Автор Просто Изображает Небрежно То Что его Увлекло Этот мир Где любовь И стирка И сплетни Мирно Произрастают Как трава И ромашка И клевер Гоя Улыбается Над этой Противоречивостью Жизни И Любовным Мечтанием Пожалуй Еще один Гений Питер Дехох Очаровательная Картина Очаровательное Движение Собаки Очаровательная Сосредоточенность Девицы В кресле И Надежды В ее лице Удивительная Наблюдательная Еще маленькая 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 Женщина Стоящая в дверях На улице И Удивительная Беседа Вдалеке Через канал Двух Господ Возле Трехэтажного Здания Сказал Многоэтажного А там Только три этажа Я увидел Вот Ну что же Изображено Питера Дехоха Юноша Принес письмо Любви Он Вручает Его Театрально Защищаясь Этой ролью От ранимости Своего Основного Чувства Влечения К своему Божеству Юный Девять И она Улыбается Приветливо И иронично Подбадривая Его И подыгрывая Слегка Собака Собаки Милости Милости И проникновенно И проникновенно Да Она Она позировала Мне Чтобы я писал Ее портрет Но мысли Ее улетели Далеко Через океан На другой континент Планеты Ну И опять Глаза Устремлены В эту даль Где Можно Взвешивать Какие-то Слова Какие-то Поступки Чтобы Понять Как сделать Эту Гармонию Ну Я говорил Что Рисование Тоже Любовное Письмо Ну Действительно Лицо Рисующей Тани Ли Оно Еще В Состоянии Размышлений Она еще Не прикоснулась Не как Кистью К Своему Картону Она только Разглядывает И Находится В плену Полета Своих Мыслей То есть Вначале Идет Душевный Процесс Душевный Процесс Этого Любовного Очарования Мира В котором Мы живем Фрагонар Фрагонар Девушка Достает Письмо Из букета Цветов И сейчас Говорит Не мешайте Мне Я тороплюсь Скорее Его почитать Но Меня поражает Здесь Удивительно Как написано Кофта А собака Какая Убедительная Ну как Небрежно Написано И шерсть Собаки И Складки Оборки Одежды Девушки Это Беглое Такое Письмо Беглые Мазки Это же Импрессионизм В эпоху Рококо То есть Это пустые Слова Рококо Главный Художник Художник И пожалуйста Он оказывается Импрессионист Хотя Формально Относится К Рококо Я приготовил Еще Несколько Картин Но Прокомментирую И их Прокомментирую И их Ну Во-первых Когда я говорю О гармонии То Гармония Как раз Изображена Здесь На одной Из картин Которой у меня Нет в моем Собрании Она Сейчас находится В частном Собрании Надо будет Сделать Повторение Для себя Среди звезд Идет Мужчина И он Тянет Платформу На колесах На которой На которой находится Его Жена Его Дети Две девочки Окно В которое Смотрится Эта женщина А может А может это Не окно А тремо С зеркалами И шкаф В котором Висят Одежды Этой семьи И произрастает Дерево Мы будем считать Что дерево Символ Жизни И на все Взирает Солнце Вот она Это Гармония Гармония Человеческой Семьи Тут еще Картина Как Таня Рисует С поэтом Таня Ли Рисует С поэтом Михаилом Васильевым И опять-таки Оба Сосредоточены Устремлены На свои Холсты Но По движению Их Голов По движению Их рук Видно Что это Устремление Души Устремление Души Пронизанное Любовью К этому Миру Который Не собирается Изображать Точно 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 Так же И в две Картины Рисует Елена Мацкевич Какая Какая Сосредоточенность В лице Какой Как Будет Сказать Какой Нежный Румянец На щеке От того Что Ее Застали В минуту Когда Она Пытается Пускаться В свои Откровения Сердце Сколько В этом И любви И нежности И страсти К этому Миру В котором Мы живем Или Вот Таня Лири Рисует У окна Какое Движение Тело Наполненное Легким Таким Порывом Нежности Да Письма Любви Движение 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok